всем привет отправляюсь на инженере на американском сервере в пограничье на самом деле это бой этот бой был четвертым по счету и мне просто уже не хватало ни нервов не желание играть в команде потому что все три боя наши сопартийцы были просто какими-то отмороженными идиотами не хочу не конечно конечно никого обидеть но это действительно было так леса что-то грустит на базе и вот рандом на американском сервере очень ужасный видимо из-за того что не знаю не знаю даже из-за чего кстати вот каждый раз когда встаю против егеря на лайн начинается вот одно и то же игре стоит начинает бить пушки я ставлю пушкин убивает пушки егер с фиолетовыми талантами я кстати обратить внимание синий наконец-то проверяю всех на фиолет потому что ну запарила там попадается какой-нибудь синий игрок а у него куча фиолета таланты заточены на 3 они на плюс 5 как на русском сервере видимо для того чтобы не было ни одного фиолетового героя а вот и вот эти люди которые обросшие фиолетом они даже не умея играть просто-напросто выкачиваются каким-то образом а вот и все и мы им ничего сделать не можем потому что мы желтые зеленые они считают фиолетовые обидно до достаточно причем двух героев и все и вся наша команда начинает сливаться снизу маг стоит против меча и грома про зуму тут вообще мало кто знает про лес тоже но вот нога в лес пошла это уже признак адекватности наверху майдзин с лесой против клыка который должен был идти в лес но как видите он на лайне стоит клыка и принца я тут с егерем пинаюсь отправляют лису на низ помочь могу но как-то помню не хочется особо туда идти да вот в одном бою мне довелось стоять против пантеры то есть я стоял она была в в команде с сином син пошел в зуму вот и значит я стоял против нее на лайне убивал пантеру гнобил ее как только мог она была синяя я еще был на то время зеленым инженером вот она синяя и куча фиолетом на ней была одета после чего значит вышел син и все они начали вместе бегать и никто ничего им не мог противопоставить я хоть там и выкачался до кого-то ну у меня был перекач но я один ничего не мог сделать против этих двоих синяя убивал а пантеру никто не мог убить вообще никто хотя поначалу она вообще ничего из себя не представляла но вот тут не руки тащит а мощь тупо это неприятно и вернусь к бою собственно четвертый мне уже все тут запарила бог это дурацкий тут с волчонком вот наши наверху чат там устроили а ты садамию но видимо больше всего нога отхватила закидываю я волка бомбочками в обход в обход крипам пока все ровно на лайнах никто никого не убил еще пока по уровням лидирую я но так как таланты у меня ужасный по большей части ну все что есть ставлю вот поэтому прирост силы не особо заметен там в комментарии написали можно снять а пушки не знаю снимать или нет потому что все таки на родной земле в нее крит а криты знаете иногда очень сильно решают попал я в волка дурацкого вместо его хозяина вот у пушек в тренировке ну где 1000 хп получается наверно но это надо докачаться до там уровня 26 28 такое очень редко получается делать вот вроде стою против егеря вроде гноблю его он все равно восьмой а девятый нага в лесу наших жмут под башни наверху и внизу только ями тут отожрал но могу снизу конечно приходится нелегко но надо сказать он знает что делать потому что он живой до а это большая редкость когда двое стоит против одного и один остается жив значит он не делает просто никаких ошибок вот и первая кровь от нас на клыке сделаю vdv это отлично vdv нужен перекачь это очень хорошо у меня простая тактика я ставлю витогенераторы одну пушечку но для поддержки потому что у меня проворки очень мало у меня даже если все взять у меня по моему замке написано что 098 проворки на 36 ну представьте очень мало на талант не падают особо никакие ну вот поэтому для поддержки атаки собственно мне нужна эта пушечка который иногда критонет и получается два раза быстрее стреляет снизу могу приходится туго я пушу башню дурацкая система кстати переставление вот этих вещей я считаю что если ставишь витогенератор новый то он должен заменять старый который с меньшим количеством хп и ставишь пушку новую то она должна заменять старый вот на меня пришли убивать аж втроем у меня нет шансов к сожалению умер я спрашиваю нашего мага где долбаный сс какого собственно хрена у него там двое стояло вдруг ушло и он ничего и не сказал даже об этом тем временем клыка забрали вновь хорошо а воодушевленные враги пытаются нам поломать мет гром под мощью пришел маг я промахнулся бомбочкой ульту я принципиально не беру до самого последнего момента тоже толку от нее вообще никакого вообще но серьезно был бы я пушевь синим там с фиолетовыми талантами да нет не серьезно но на крипов да но там все равно ткурой нужен большой а так наши теперь воодушевленные давят вверх загоняют их под башню снизу у мага раз доли потому что у меня тут аж трое стоит забрали принца это хорошо нага что-то пришла тут трется иди нага в лес уже вот волк куда ты пешится наверх ты пешится решил там помочь бедному клыку а у меня остались гром и меч а магу снизу хорошо может забирать все паки спокойненько и пушить вот лайн гром что-то в меня молот кинул но дамага вообще по сути никакого подняли они флаг вот сейчас я поставил пушку должна была убраться пушка я считаю они витогенератор опять троица в сборе ну собственно видно что ребята не умеют играть совершенно то есть они тупо стоят втроем на одной на одном лайне и не пушат совершенно вот опять он кинул в меня молот и толку никакого я уже отхилился куда-то они ушли я сигналю магу я не такой как он а в этот момент наверху забрали лесу и прессуют вдвшника да как я предполагал меч с егерем отправились вниз к магу вот вдвшнику плохо его там под башней пытались убить но клык поплатился я так полагаю его все-таки башня забила отгоняю грома бомбочкой он от них уворачивается башню надо ломать по любому прибегает опять егерь но в этот раз у них нет меча и гром что-то не поддержал его я спокойненько убегаю надо хп себе брать вот опять два генератора и одна пушка и вполне комфортно себя чувствую много тем временем тоже 16 как и я вырывается на егеря ну так пугнуть видимо гром хорошенько отхватил не ну американцы некоторые играют хотя меня терзают смутные сомнения что те которые хорошо играют это на самом деле наши русские а вот американцы настоящие они довольно плохо играют во всяком случае во всяком случае со стороны адорнийцев ну тегер стоял что-то вместо того чтобы меня упасить бил пушку пытается меня задамажить но но я уже отправился к себе и убиваю дурацкого волчонка а манага тем временем бродит по вражескому лесу правильно делает лесника у них нет снизу почему-то гром остался один а маг ушел наверх это конечно неправильно я считаю вот нет лиса пришла и отгоняет грома егерь непонятно куда делся а нет понятно наверху вот он синий кстати вот его собственно вот опять они полезли под башню убили мага и там видимо он своими волками затанковал поэтому дамага особо не получил беру проворочку мне с руки надо нарубать хорошенько снизу вдвоем на лесу наскакивает гром и меч принц уходит вообще на копейках там я ставлю отхил для наших ребят по 31 хилиться ничего так вот я пушечку поставил она критует хорошо пожалуйста убиваем клыка все таки неправильно немножко работает турель вот я ей указал что надо башню бить а она сначала ее бьет после того как я отхожу она перестает ее бить ну я бы сделал по другому немножечко отходим снизу приходит ааа мне приходит на помощь маг для лисы а там у них меч с громом продолжает что-то наглеть на меде кстати большая куча крипов но я видимо не обращаю внимание надо пушить вверх еще деталек вообще почти нет надо накопить их уже трое их тут ультуют вдв уходит на на своей ульте молодец нага тем временем от пушил от пушила мид знает что делать снизу у наших какая-то тягомотина хотя там у грому мало хп очень есть шанс его забрать а мы тут вдвоем против троих вдвшник вообще бесстрашный прям врывается у него наверное ульта откатилась нага вообще там безболезненно стоит на миде в глубине к нам пришел маг непонятно зачем они не допушили низ все равно столько контроля кошмара вообще мы с нагой двадцатые это просто прекрасно два синих персонажа высокого уровня вот ее там гром нашел желтые хп у него маловато она там убегает я решаю прийти помочь тут меч оказывается ставлю генератор чтобы нага хоть как-то отхиливалась отлично забираем грома и меча оказывается не было ульты оставляю для наги витогенераторы чтобы она немножечко похилилась а наверху там убивают нашего вдвшника ну как убивают гоняют нага стоит хилиться молодец все таки вовремя поставленный витогенератор спасает спасает пушим вниз враги куда-то подевались говорит assault master а пишет master attack на сих пор не исправили наши наверху вырываются там прям бесстрашно убивают и егеря удивительно даже на мид приходит гром отлично отличный пак крипов промазал я к сожалению по ним бомбой лисичка еще к нам приходит ну на таких рейтах конечно это просто цирк того что происходит не чему тут удивляться хотя ну по сути по сути если сравнивать с русской версией с русским сервером и американским сервером да то конечно на русском сервере адекватов больше на этих рейтингах но посмотрим когда игра появится в стиме и подключится еще большее количество американских товарищей тем временем мы забрали клыка который у меня зачем-то ультил наши ломают башни причем каждый свою ломает отлично ворвались в принца просто его снесли мне нужны мои детальки нага врывается получает кучу урона и не выживает к сожалению меч вместо того чтобы ворваться посреди нас почему-то отбежал для этого дела тут как обычно начинается фигня полная когда никто не знает кому врываться маг страдает я останавливаю ребят вот ВДВ не в того прыгнул прыгнул в меча вместо того чтобы прыгать в грома но все равно гром поплатился за свою наглость возвращается принц в общем какой-то бесконечный замес на самом деле происходит я закидываю их закидываю их бомбочками надо ждать нагу чтобы она ворвалась потихонечку ставлю пушечки которые ломают башни а вот враги издались такой вот бой награды я получаю как обычно фигню полную и 6-1 счет вот такая вот игрулька добавила вы перелом так и и они ю